Здарова! Меня зовут КентопК и прямо сегодня и прямо сейчас я тебе покажу, как же выглядела самая первая версия стендоффа. Я тебе покажу, какие же раньше были цены на рынке. Я тебе покажу удаленные скины и даже удаленная карта из стендоффа. Это все будет прямо сегодня. Братик, присаживайся поудобней, прожимай огромнейший лайк, такой же самый как огромнейший... Ну ты понял? Подписывайся. Поехали. Добро пожаловать в прошлое! Это я, КентопК из будущего, господа. Это одна из самых первых версий. Вы посмотрите на иди. А иди начинается на единичку. Вы посмотрите на ник, на меню, на все. У меня лично отлетела челюха. Пух! Обалдетный встать. КД-259. Блин, ребята, там не было ни мема, ни союзников. Там не было абсолютно ничего. И когда вы нажимали кнопку играть, знаете, что происходило? Начинался поиск игры. Но есть одно небольшое но. Был только в то время один режим. Если честно, я прям сам в шоках. Вы посмотрите, на каком сервере играем. Франкфурт. Обалдеть, там какой пинг. Миллион, наверное, будет. Также раньше при входе нам давался боксинг. Это был Origin Box. Прикиньте, сейчас Origin Box просто нереально купить. А раньше ты получал просто заход в игру. Это очень круто. А вот это, ребята, магазин. Вот примерно вот так вот выглядел магазин. Ну что же, давайте откроем Origin Box. Вы посмотрите, что может там все выпасть. Какой стремный осмотр. АК РТХ, да ты шо? Блин, вот я считаю до сих пор, что АК РТХ это самый красивый скин, который когда-либо был в игре. Реально, АК РТХ это мой самый любимый скин. Вот я его недавно продал, я не смог жить без него. Так, открываем Origin Box. Посмотрите на эту анимацию, какая она страшная. М4 Тайгер выпал. Да ты шо, вот это, вот это песня. Кланы. Господа, а кланы в разработке-то были? Или вы думали, что Стендов 2 был всегда с кланами, да? Клан Маслята появился только буквально годика три назад. Ну года три назад добавили, наверное, кланы. Потому что до этого кланов не было вообще. Ну что же, а сейчас мы зайдем на легендарную карту Short Dust 2. Вы скажете, какие-то пока. А че это за карта? Где она сейчас? Анима. Удалили. Удалили. Удалили, потому что, уважаемые Ахлеболты, нарушили права правообладателя. Потому что это плагиат карты из CS GO. И, конечно же, эту карту они были вынуждены удалить. И на место этой карты добавили Сэнстоун. Да-да-да, именно место этой карты добавили Сэнстоун. Ну вы посмотрите, ребята, какая эта карта была прикольная, крутая, да? Вот такие вот прям чувства ностальгии. Как же все это классно. Слушайте, я вот так думаю. Вот я бы, наверное, поиграл бы. А самый интересный прицел. Чекайте. А че это с прицелом? Его же раньше нельзя было настраивать. То есть он был не кастомным. Я как будто смотрю на другую игру. Как будто это не стендов. Но это реально стендов, поверьте вы мне. Это стендов. Обалдеть. Вот я такие видео снимаю время от времени. И у меня каждый раз, когда я снимаю подобные видео, есть такое чувство ностальгии. Как же это было круто. Это Диггл, это Диггл, это Диггл. На-ха-ха. Посмотрите на эту отдачу. Чисто какой-то пьяный мастер. Прикинь, так с Диггла у Рейд пострелять, да? Ай. Скучаю, 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 скучаю. Авик, авик. Ничего отдача. Вы просто посмотрите. Бухи, ты чисто улетел в космос. Обалдеть. Слушай, ребят, ну за это однозначно лайк. Я бы с радостью поиграл. А вы поиграли на старом шорте? А? Напишите прямо сейчас в комментариях. А карта провинции, как же она выглядела? Вам сегодня по-любому интересно. Но мне тоже интересно эта карта провинции. Ой-ой-ой-ой. Да, я понимаю, что большинство из моих зрителей, они, наверное, даже не застали эту карту. А я помню, я помню эту провинцию. Я помню этот мопед. Братва, я на этом мопеде раньше катался. Отвечаю вам. Ха-ха. Блин, сейчас мы дойдем до планета А. А вот там вы просто обалдетьте. Просто чекайте. Это планет А. Вот это все. Все, это планет А. Посмотрите, какой он был коротким. До него можно было добежать буквально за одну минуту. О, это канализация моя любимая. Это всякие пасхалки от Раздрабл. Ну, раньше, короче, вообще не было никакого баланса. Раньше всегда побеждала команда Т. Потому что они находились в более выгодной позиции. Команда Т всегда побеждала. Конь! Конь, конь, конь. Конь, конь, конь. Хочу, хочу, хочу. Эх, братва. Я сейчас бы отдал бы... Так, голдишки. Так, 100, наверное, чтобы поиграть просто на старой провинции. Но есть же все-таки чувство ностальгии. Я отвечаю. Сейчас мы пойдем на план Б и там будут фургоны. Я помню. Да, это фургон. Тот самый фургон. Я помню этот фургон. Я помню, как же было круто прятаться в этом фургоне и ждать КТшников. Я застал эту карту. Прикиньте, насколько я старый. То, что я играл на старой карте провинции. Ничего себе. Ну, это у нас такой проходик на план А и проходик на план Б. Это, видите, какие у нас были. А, кстати, да, раньше оставались следы на стене. То есть ты так с ложечкой резанул и остается след. Эх, ребята, как же это круто. Слушайте. А что если мы с вами посмотрим на старую карту Зоны День? А? Потому что вы ее просто не узнаете. Я вам отвечаю. Вы ее тупо не узнаете. Погнали, посмотрим на нее. Ну, вы посмотрите на вот это. Ну, разве можно смотреть без слез? А знаете, почему раньше у людей не было скинов? Потому что они не знали о буллдропчике. Что же такое буллдроп? Буллдроп это топовый дроп. Хочешь хороший дропчик, залетай на буллдропчик и делай контракт. И там такой дроп выпадает в новых этих контрактах. Челюха отлетит только так. Также, братья, хотел бы тебе сделать небольшой подарочек. Прямо сейчас смотри на моей башкой волшебное слово. Это тебе будет небольшой такой подгончик для крафтов. Ну что же, ребята, все наши ссылки есть снизу. А мы идем дальше. Леди энд джентльмэнс, добро пожаловать на карту Зона 9. Вам не показалось? Да, это она. Тогда раньше не было никаких проходов. Тогда раньше все карты были очень-очень маленькие. Прикиньте, вот это плент А. На карте Зона. На старой карте Зона. Так, давайте поднимемся на КТ базу. Это КТ база. Прикиньте, насколько же все маленькое. Сейчас оно стало раза в три больше. Просто представьте, как раньше можно было играть на карте Зоны 9 с авапами. Да, ну это же вообще был Unreal. И смотрите, какой маленький проходик. Только через эту дверь можно было прийти на плент Б. По-другому никак. Это вообще чуть нереально. Так, давайте прибежимся. Посмотрим, что ж тут и как. Так, ну вот тут вроде бы как ничего особо не поменяли. Кроме того, что открыли вот этот вот проход. Теперь он открытый. Ничего себе, ребята, как же это круто. Честно, у меня просто отлетает челюха. Это плент Б. Обалдеть, не встать. Вот, если честно, я считаю, что эту карту, ну, то, что убрали с ММ, это правильно. Но эту карту можно добавить в командный бой. Она там будет очень даже кстати. Кто со мной согласен, плюсик комментарии. Потому что вот старая, ну, по-любому, ну, старая карта. Посмотри, какая отдача была. Чекайте. Как раньше игроки играли. Ахахаха. Это Габелла Кенубы. Какие дупы. А вот это была секретная комната от разработчиков с пасхалками. Отвечаю вам, это очень крутая комната. Просто приготовьтесь, потому что прямо сейчас у вас отлетает челюха. Чекайте, мы сходим внутрь этой комнаты. А тут мониторы. Сейчас даже этого места нету. Разработчики просто поставили дверь и сказали. Салам алейкум. Мы ее закрываем. Все. А раньше это была пасхальная комната. Там, где были все мониторы выключены, кроме одного. И на этом мониторе была официальная группа разработчиков ВК. Посмотрите, как же это прикольно, да? Не, ну, есть чувство ностальгии. Реально, есть чувство ностальгии. Вот, если честно, что понимали, насколько старая версия карты из зоны 9, что я ее даже не помню. Хотя я играю в стенд-офф, ну, почти с самого его открытия. Но я не помню. Ничего себе, ребята. Посмотрите, как раньше игроки играли. Чел, кто бы в упор походит. У нас даже сейчас так бронза не играет. Ну, реально бронза играет куда уж лучше. Ничего себе, сказал я себе. О-хо-хо! Чел в прыжке! Кстати, да. Обратите внимание, что сверху слева не пишется, кто кого кельнул. Вообще ничего не писалось. О, слушайте, чел шифтит, обалдеть. Это большая редкость. А это, ребята, старое загрузочное меню. Ну, и скажите честно. Ну, вот, хоть кто-то из моих подписчиков застал эту версию стенд-оффа. Только не верите. Напишите в комментариях, вы застали или нет. Мы прямо сейчас находимся в инвентаре. Если бы вы раньше показали мне такой инвентарь, это моя реакция была бы. У всех была бы такая реакция, потому что раньше открыть бокс, это ты должен быть супер богачом. А если ты открываешь кастик, то ты просто какой-то мультимиллионер. Чтобы понимали, у меня есть видео там, где я открывал боксы. У Тиктака есть видео, где я открывал боксы. У Мамонта есть такое видео. У всех есть видео. Потому что раньше открыть кастик, это было что-то нереальное. Поэтому, ребята, мы прямо сейчас смотрим. Открытие 40 боксов. Боксов! Я тоже в шоках. Просто в шоках. М40 Pro. Обалдеть. Посмотрите, это старый осмотр. Как же все выглядело страшно. Так, открываем очередной кастик. И нам выпадает G20 за паттерн. Ну, не кастик, боксик, боксик. Извиняюсь, ребята. Раньше все открывали боксы. Открыть кастик, это ты должен, не знаю, быть... У тебя папа должен быть депутатом, чтобы ты открывал кастики. Конечно же, раньше все открывали боксы. И я не исключение. Если у кого-то раньше была Аркана, я помню эти времена. Ты просто вот так полетаешь в класс. Вот так вот, вот так. И все вот так. У тебя Аркана! И падали на колени. Я не шучу. Я застал эти времена, когда я просто... Ну, я выхожу во двор. Я говорю, пацаны, смотрите, что у меня есть. Там это было к РТХ. И все... Так, ребят, все, что-то открытие боксов слишком скучное. Давайте-ка мы сразу переместимся к открытию кастиков. Ну чё, мужики? Вот примерно вот так вот раньше выглядели инвентарь ютуберов. Это ютуберов! Это... Это ютуберов, я не шучу. Вот у чела М4 Притатор, а раньше он считался максимально крутым. Так, ну чё, ребята, а прямо сейчас будет открытие фурио с кастика. Я сейчас... Я сейчас заплачу! Я сейчас просто заплачу! Фурио с кастик! Ай-яй-яй. Раньше вот все делали бусты. Потому что открыть кастик без быста, это, я считаю, просто выкинуть никуда 100 голдишки. Ну что же, как вы думаете? Раньше упадал нормальный дроп? Или так же, как и сейчас? То, что ножи падают максимально редко? Ну давайте проверим. Открыли, открыли. Посмотрите на эту анимацию. Пролетел один ножичек. И нам выпадает Фомас Биггл. А-а-а! Габелла! Это полная габелла. И мы на телете открываем второй кастик. И нам, знаете, что выпадает? М4 Про. Я бы сказал, ребята, только одно. Это провал. Это тотальный провал! Блин, понимаете, сколько это значило в то время для человека? Открыть два кастика. А знаете, как понять то, что ты реально крутой чел? Вот просто как это выкупить? Пацаны, вы сейчас обалдеете. Я вам отвечаю. Раньше не было голдпассов. Раньше не было ничего. Раньше были медали. Медали и донатерские скины. То есть эти скины никак не мог купить. Ни с рынка никак. Кроме того, как сдонатить. Если у тебя были эти донатерские скины, братанчик. Просто челюха вылетает сходу в соседнюю галактику. Ну что, ребятки. И прямо сейчас мы покупаем за 700 рублей серебряную медаль. И мы получаем АВМ Спорт. Всего лишь это 700 рублей. Если бы вы знали, что так можно сделать было в прошлом. Я думаю, вы бы все купили таких медалей, если не знаю, штук 100. И потом бы сейчас вы смогли продать. И сейчас самое крутое, что было тогда, это нож. Это этот самый Ассистенс М9 Байонет Блю Блад. Сейчас это М9. Раньше у него даже названия не было. Я не шучу, раньше у этого ножа он даже не назывался М9. И мы прямо сейчас его покупаем. То есть полтора, полторы тысячи рублей стоил вот этот вот ножичек. Напишите в комментариях, а сейчас вы купили бы за полтора костеря М9 Байонет Блю Блад? Потому что мне кажется, сейчас он стоит гораздо дороже. Ой, ребята. Ой, вы посмотрите на этот инвентарь. Это просто инвентарь богача. Это миллионер пришел к нам, спустился на землю. Цены на галдишку, какие были раньше, такие остались и сейчас. Они особо не поменялись. Знаете, что может быть круче старого открытия боксиков? Это крафты. Вы вообще будете только, вы вообще будете ржать. Ну пожалуйста, пацаны, сильно не смейтесь. А, кстати, да, инвентарь раньше пролистывался не как сейчас, сверху сниз, свайпом. А вот так вот и листал по этим ерундам, монтажер увеличь. Просто и перелистил по страничкам. Короче, пацаны, пожалуйста, не смейтесь. Это раньше все такие крафты делали. Крафт комонок. Это раньше ты делал крафт комонок, тебе сбрался весь класс и все смотрели. Типа, вау, крафт комонок. Вау, вау, вау. Я не шучу. Обалдеть. Опа. Скрафтили анкомоночку. Так, делаем еще один крафтик. Еще одну анкомонку скрафтили и еще один крафтик. И мы скрафтили еще одну анкомонку М16 камуфляж. Раньше эти анкомонки стоили по 0, 0, 0, 0, 3. Обалдеть, да, ребята. О, сейчас будет крафт анкомонок. Вот тут-то уже, ребята, поосторожней. Блин, ну прийдите, будет крафт эпиком. Не, крафт эпиком не будет, потому что это уже будет слишком дорого. Чтобы понимали, я помню те времена, когда я записывал видос, там, где я крафтил рарки. Эти видео набирали по полмиллиона просмотров. С крафтом рарок. Давайте теперь крафтить эти дробовики. Ребят, смотрите, как у меня много всего. Я просто в шоке. Крафтим, крафтим, крафтим. А вы, кстати, пишите в комментариях, как вы думаете, что же мне выпадет. Поехали. UMP45 эпик. Вот-вот-вот эти видосы. Самые дорогие крафт видосы назывались. Ну, конечно, там были не самые дорогие скины, но тем не менее. О-о-о-па-па-па-папочины. Мы скрафтили рарочку с оориджем коллекции. Но тут, если честно, даже я в шоке. Ну, а вот так вот, ребята, ножичек М9 выглядел у нас в руках. Ну, согласитесь, что это чисто обычный нож. Вот анимация дефолтного ножа просто со скином. Все. То есть, это не М9. Тогда еще не было М9. Тогда был просто обычный скин. Блин, как же это круто. А давайте-ка мы переместимся туда, где был рынок. Вот там-то будет реально интересно. Надеюсь, вы готовы, ребят. Посмотрите на этот инвентарь. Но это не все. Самое главное, добавили рынок. И эта первая версия называется на 0.9.6. Именно в этой версии добавили рынок. Посмотрите на эти цены. А в М-спорте 2, тогда знаете, что было? Это не то, что Дигалу Рейд. Это было в 100 раз круче, чем Дигалу Рейд. А в М-спорт, это был, если не ошибаюсь, единственный скин из Немлес коллекции. Вы посмотрите, он стоил 999. Я думаю, его смог бы купить себе позволить только какой-то терз. АКР-12 Рейлган, 32 голды. А сейчас он стоит 400 или 500 голдишки. Ничего себе, сказал я себе. Просто обратите внимание на сам рынок, на эти ножи. Сколько стоили ножи? М-9, и ПН Драгон Глэс. Да, раньше он тоже был нереально дорогим, нереально крутым. АКР-ТХ, 1000 голдишки. Ничего себе. Я говорю, раньше Арканы были по-другому. Это не так, что сейчас Арканы есть у каждого школьника. Раньше Арканы это был, это был какой-то, знаете, это был какой-то верх богатства. Вот, богаче уже людей нету. Обалдеть. Просто представьте, если бы я в то время был с ножичком, с керамбитом голд, если бы я в то время был бы. Там, наверное, все бы челюха отлетела. Но вот сейчас, пожалуйста, не слепните. Это карта Трейнг Аутсайд. Почему она насколько яркая? Я не знаю, возможно, разработчики ее делали летом. Но вы посмотрите, как светло, как ярко. Просто мои глаза сейчас вылезут наружу. Раньше никто не приседал при стрельбе. Никто не знал, что будет больше точности, если присаживаться. Поэтому раньше никто даже не присаживался. Вы посмотрите, это раньше были замесы такие. Чисто, не знаю, у нас сейчас даже бронза играет лучше. Ну что же, мои уважаемые подписчики. Я надеюсь, вам понравилось это видео. С вас лайкусик, подписочка. Но кто хочет увидеть открытие гифтбокса на старой версии, переходите и подписывайтесь на мой телеграмчик. Также не забудьте подписаться на мой ютуб. С вами был ваш Кентуха. Всем удачи, всем пока-пока.